С добрым утром Знаю я, есть края Походи, поищи-ка, попробуй Там такая земля, там такая трава А лесов, как в местах тех, нигде, брат, в помине нет Там в озерах вода, будто божья роса Там искрятся ломазами завезды и падают в горы Я бы уехал туда, только где мне достать бы билет Привет, друзья! Обычно наши люди вспоминают о советском прошлом с нежностью и улыбкой Оно и понятно Тогда была молодость И сахар нам казался слаще, и трава зеленее Но так ли уж безоблачно и радужно мы жили? Что нас раздражало? Что выводило из себя? Скрывать ничего не станем Вспомним все! Все-таки удивительны они, наши люди Почему-то все уверены Если бы не очевидны, порой вопиющие недостатки советской системы Не было бы ее неоспоримых достоинств Вот такой парадокс Отсутствие элементарных качественных товаров Бесконечные очереди Но за то, какая огромная радость Когда удавалось что-то достать Коммуналки Перебранки на общей кухне Но за то, никакого одиночества Контроль за мыслями, стилем одежды И даже личной жизнью граждан Но за то, какое искреннее стремление советского человека К высоким идеалам и духовным ценностям Много ли проблем было у наших людей? В советское время было две проблемы Заработать деньги и потратить их Что вызывало у нас самый острый протест? Перегиб пропаганды В советское время это была настолько форсированная пропаганда Как окружающие реагировали на модно одетого человека? Могла тетка на улице к тебе подойти и сказать Ну как ты выглядишь? Ну ты себе видел? Покушались на твою индивидуальность Длинные волосы, укорачивали За каким товаром мы стояли часами? Я помню эти безумные очереди в советское время За женскими сапогами До 400 человек было позорище И что было для нас самым циничным и унизительным? Страшнее вообще, мне кажется, ничего нету Чем собрания, где обсуждают твою личную жизнь Внутренне мы не были с этим согласны Но мы понимали, что это правила игры По которым мы вынуждены играть Меня беспокоит душевное состояние одной нашей сотрудницы Я соображаю, о ком вы говорите А кроме вас еще кто-нибудь соображает? Весь коллектив? Информация поставлена у нас, хорошо В заводской партком заявление Мой муж, Пеструхин Семен Витальевич Завел любовницу Он подлец и не достоин звания ударника социалистического труда Верните мне мужа! Разумеется, на такой крик души Сразу же отзывались Песочили бедолабы изменщика На товарищеском суде Потом в правкоме Потом в парткоме Возвращали паршивцев в семью Но при этом лишали премии Тут жена опять недовольна Но уже жаловаться вроде как некому Словом, в те времена личная жизнь гражданина была делом общественным И далеко не все этим были довольны Пусть ты бы лучше помолчала бы Накрылась премия в квартал Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, да я же их читал Загул в ресторане Намерение развестись Супружеская неверность И даже невыполнение супружеского долга Все могло стать предметом для разбирательства На товарищеском суде Коллектив решал, как помочь горе-сослуживцу И наставить его на правильный путь Скажите, пожалуйста, вы давно знаете гражданина Горбункова СС? Да, к несчастью 10 лет И что же, все эти 10 лет он пил, дебоширил И, так сказать, морально разлагался? Ну нет Вы знаете, все это время он искусно маскировался Под порядочного человека Я ему не верю И вот тебя разбирают Тебя костерят Тебя объясняют, как плохо ты поступил И нахмурив бровки, сделав их домиком Требуют, чтобы ты ответил Почему ты такой плохой И что ты обещаешь больше так не делать Вот какую оценку вы даете своим этим делом? Как вы считаете? Конечно, плохое В дальнейшем, наверное, делайте соответствующие выводы Правильно? Я уже не сделал Сделай, да Вот для меня страшнее вообще, мне кажется, ничего нету Чем собрания, где обсуждают, например, твою личную жизнь У меня товарищей секретов нет Нет Так вот, вдруг Морозов, видите ли, приревновал меня Прости, Таня, прости И к кому? И к кому бы вы думали? К человеку, который мне в дедушке годится Это было повсеместно Обсуждались, я не знаю, разводы Какие-то любовные связи Мне кажется, что это противоестественно Ну вот что, товарищ Морозов Собрание требует от тебя ответа И все Откакайся перед коллективом Компанировали машину Чуждой никаким там, значит, развлечением Мне надоели твои пьянки под названием Встреча с активом Это часть моей работы пить с ними В Комсомоле работает не только головой, но и печенью Все Я развожусь с тобой Долгое время желающим развестись Нужно было пройти через суд А в сложных случаях и через прокуратуру Кроме того, виновник распада семьи Платил государству огромный налог И это еще не все Потом в местной прессе Надо было напечатать информацию о разводе И надо сказать, что настолько было значительно Общественное мнение для людей Что многих от последнего этого шага Останавливал этот позор Потому что весь город прочитает Будут звонить, встречать А в чем дело? А что же у вас случилось? Он что вам изменяет? Или раньше она загуляла Вот И вот многие Черт с ним Перетерпел Терпели Показатели о разводах Статистику не портили Сохранялась советская семья А уж какой ценой Это, как говорится Невидимые миру слезы Почему вы так низко пали И почему вы до этого дошли Вы уже не стали нужны Своей семье Вы должны сделать вывод из своей жизни Дети у вас хорошие Прекрасные дети у вас Ими можно гордиться А вот дети отцом своим Гордиться, видимо, не будут 1965 год Космонавт Алексей Леонов Совершил первый в истории человечества Выход в открытый космос Восьмое марта В стране советов Объявлено нерабочим днем И вышел указ Верховного совета СССР О некотором изменении Порядка рассмотрения в судах Дел о расторжении брака Который отменил ряд условностей Разводами Перестала заниматься прокуратура Публикации в газетах Больше не были обязательными Власти разработали новый семейный кодекс Значительно упрощавший процедуру Расторжения брачных уз В том числе и в несудебном порядке И граждане Словно с цепи сорвались Началась настоящая Эпидемия разводов Всего за год Их количество увеличилось вдвое С 360 тысяч в 1965 году До 646 тысяч в 1966 Придумали, понимаешь, моду чуть что раз Вот нашли, чем друг дружку наказывать На вопрос, который я сейчас задам Смогут ответить лишь те Кто любит советский кинематограф Давайте проверим Вспомните, пожалуйста В фильме «Осенний марафон» Что жена Андрея сделала с курткой Которую ему подарила любовница Зачем так тратишься? А я хочу, чтобы ты модный был у меня Отвезла ее на дачу, чтобы в ней работать Продала эту куртку Сожгла Или оторвала рукава и выкинула Правильный ответ Я скажу чуть позже Несколько минут назад Я задал вопрос Что сделала жена главного героя Фильма «Осенний марафон» С курткой Можно? Конечно Которую ему подарила любовница Правы те, кто вспомнил Что она оторвала рукава И выкинула ее Позже ее находит Другой герой фильма Смотрите сами Василий Игнатьев А где ты эту куртку купил? Нашел На дворе валялась Этот чистый хлопок Это дорого А у нас выкинули Чуть-чуть рукав порвался И выкинули То, что надо Отпад И прическа Мама не горюй Теперь было важно Незаметно проскочить Мимо родителей Иначе Судить будут Куда так нарядился Перед людьми неудобно И еще важнее Мимо старушек На лавочке у подъезда Птицей пролететь Иначе Причитать будут Ах ты, Ванька Ну, чисто попугай И уж точно В таком виде В школу не пустят Трудно было Быть модным В стране советов Где главным принципом Был Не выделяться Нет, не затем Родился Я на свете Чтоб быть К подобной красоте Слепых Чтобы в этот день Остаться не в ответе К твоим бровям И глазкам Голубых Я на эту тему могу вспомнить Только бабушек у подъезда Которые сидели на лавочках Ты должен был пройти Сквозь этот строй Ужасно это было А ты чё так вырядилась-то? Вот это было, наверное, Такое, ну, олицетворение Каких-то общественных стандартов Общественные стандарты Требовали от советского человека Одеваться просто Аккуратно Скромно Прилично И без лоска Эта строгость Она присутствовала Я помню Перед кабинетом Русского языка Учительница проверяла У нас, если у кого-то Были сережки Она говорила, что нужно снять Я на минутку На уроке не должно быть Никаких украшений Мы перед классом Перед русским языком Снимали сережки Убирали, заходили Учились, а потом выходили И надевали их обратно Надо отдать должное Руководителям Советского Союза Они и сами подавали Нашим людям Пример аскетизма У первой леди Страны советов Надежды Крупской Было всего два платья Летнее и зимнее Больше напоминающие робы В них она и ходила Ленин на всех портретах Изображался в одном и том же Галстуке и кепке Сталин не снимал Военизированного френча Хрущев культивировал Деловой стиль И народный Первым модником во власти Стал Брежнев Его одевал Александр Игманд Мастер идеального Костюмного кроя Недаром Английская королева С восхищением Заметила Мистер Брежнев Вы такой Представительный Мужчина Министры Артисты А вслед за ними И граждане Все носили Строгие Костюмы Кто-то От дома Моделей Кто-то От фабрики Большевичка Очень хороший Костюм Не унется совершенно Между прочим Восемь лет ношу Он все как новенький Вообще Выглядеть не как все Было опасно Ты привлекал к себе Много неприятных взглядов И осуждений 1956 год На 20 съезде КПСС Хрущев выступил С докладом Разоблачавшим Культ личности Сталина Началось строительство Московской Кольцевой Автомобильной Дороги А в новогоднюю ночь В Ленинградской Консерватории Состоялось Первое выступление Эдиты Пьехи По воспоминаниям Певицы Она вышла На сцену В свитере Ручной вязки В коричневой юбке В чернильных пятнах И в лыжных ботинках Сама милого Любителя Сама буду Забывать Зал замер А потом Взорвался аплодисментами Оказывается Можно и так Стильненько Бесстрашная девушка Вдохновила Тогда молодежь Выглядеть ярко Дерзко Эпатажно Для молодых людей Это был глоток свободы И вызов обществу Вызов принимался И реакция Была незамедлительной Например, за длинную прическу Могли в электричке Просто моего знакомого Он ехал в электричке К нему подошли С ножницами Постригли Да, потому что Человек выделялся Вот было настолько Небезопасно Выделяться чем-либо В то время Покушались на твою Индивидуальность Длинные волосы Укорачивали Ну, причесок-то было Три Бокс Полубокс И полечка Вот и все Три прически Выбирали Вот так вот и жили Женщина с кудряшками Появилась Это вообще чума Я делал, кстати Химическую заявку Ну, были, конечно Ростки свободы Внешности Играла в этом Главную роль По новой моде Отпустил себе я волосы В старых джинсах Хорошо живется мне Но вновь твердят Твои родители В два голоса Что неудобно Показать меня родне Кто разнузданно выглядит У того и мысли В голове Рождаются подозрительные А вот это уже Совершенно недопустимо Идеологическая обработка Советского человека Была настолько массированной Что начинала напрягать Даже самых терпеливых граждан История КПСС Это же была притча Во языцах Во всех институтах И в Абгике в том числе История КПСС Ты должен был это знать Но вы абсолютно ничего не знаете Как в семинарии там Псалтыри учат Так вот ты должен был Отвечать на вопросы По очередному съезду Ну-ка, давай Ну-ка Поставила я тебе пятитройку Но учти, тебе очень трудно придется Спасибо Я не думаю, что кому-то из нас Сильно нравилось Что в период прохождения Например, очередного съезда КПСС Программа «Время» Шла не полчаса Как должно быть А час сорок, например Потому что там Зачитывали Или включали хронику Огромных кусков Доклада генерального секретаря Генеральный секретарь ЦК Леонид Ильич Брехов Вот этот набор слов Эти трескучие фразы Эти пустые цифры Все было невероятно Скучно Утомительно Советские люди Добились крупных успехов На всех основных направлениях Коммунистического строительства А вот о настоящих проблемах С которыми сталкивался в жизни Советский человек По телевизору никогда не говорили Ни шарь по полкам Жадным взглядам Здесь книги не даются на дом Почему-то, заходя в книжный магазин Мне вспоминался именно этот стишок В советские годы там практически Ничего нельзя было купить Производственные романы Классики марксизма и ленинизма А вот что действительно хотелось прочитать Доставалось либо по подписке Либо на черном рынке Вспоминается анекдот Мальчик читает басню В Вароне как-то Бог послал кусочек сыра И спрашивает отца А разве Бог есть? Отец отвечает А разве сыр есть? Это же басня Кстати, Томик с баснями Крылова Тоже был дефицитом Постойте Мне нужно книжку купить Очень нужная книжка Вы мне можете одолжить Или у вас совсем ничего нет? В советское время было две проблемы Заработать деньги и потратить их Студент, значит? Студент Вот ты мне скажи, сколько ты поначалу получать будешь? На Крымлее сто сто десять Слышь, бригадир Может, пойдем запишемся в институт? А? Сто двадцать рублей Средняя зарплата дипломированного инженера Особо действительно не разгуляешься Леонидовича Утесова В программе, я помню Был такой номер Они разыгрывали какую-то миниатюру Как два хулигана Нападают на какого-то человека Требуют кошелек и так далее Он жалобно им говорит Ребятки, я инженер И тогда один из хулиганов Другому говорит Ага, инженер Вася, дай ему десятку, пускай идет Но советский человек Никакой работы не боялся Ни законной, ни противозаконной И с первой проблемой заработать Худо-бедно справлялся Я ночью писал картины А днем работал или на городской помойке Или колол лед и убирал снег у Эрмитажа Молоко не допиваете А потом говорить продуктов не хватает Олег Иванович Янковский Сар с небесным Он очень хорошо сказал В советские времена Актеры зарабатывали не снимаясь в кино А рассказывая о том, как снимались в кино Моя задача была там сняться Да даже один фильм И ездишь по стране С роликом там с баламута популярным Я в проруби сижу Здравствуйте, Петр Владимирович Чего тебе? А у нас сегодня в клубе кино Придете? Ладно, приду, приду Рассказываешь байки 15-20 минут перед сеансами Так придете? Приду, приду И когда я привозил мешки денег Папа говорил, тебя посадят В нашей стране человек не может Столько зарабатывать Тебя посадят И было бессмысленно объяснять В чем я официально Действительно, я получал официально Другое дело, что куда их тратить-то было У тебя денег полно А купить ты ничего не можешь Современному человеку трудно отгадать загадку Идет дефицит в дефиците Несет дефицит в дефиците А наши люди сразу скажут Что это интеллигент в джинсах С батоном колбасы Завернутым в туалетную бумагу А че ты накупил? Туалетная бумага А че ж так много? Мы ж газеты выписываем Дефицит был во всем Вот тоже называется нормальная барахлишка Так сказать Комиссионки там выручали Да? Вот донашивали, так сказать За старшими А так разгул был для спекулянтов У советского человека В ходу было три популярных слова Выбросили Достать И очередь Выбросить могли все, что угодно Чтобы это что-то достать Нужно было отстоять очередь Люди сначала ее занимали А потом уж спрашивали Зачем стоим? Скажите, а что дают? Тазы эмалированные японские Я помню эти безумные очереди В советское время За женскими сапогами До четырех сот человек было Позорище Стояли не только за сапогами Или колбасой Но и за пищей духовной Скажем, на премьеру Или на тот же московский фестиваль Где я стоял, отстоял очередь Для того, чтобы попасть В книжном магазине Невозможно было купить Скажем, трех мушкетеров Дюма нельзя было купить Тебе тоже надо было доставать Стендаль полный Сервантес Ты просто месяца три В книготорге подрезался А там, знаешь Кроме книг ничего нет Мы артисты Там где-нибудь выступали На каких-то книжных базах И нам в награду За это Там не гонорар А нас запускали на эту базу Мы могли набрать там Каких-то книг Это дефицит Всеобщий дефицит Слушайте, а что дают? Пиросманы С мясом или с рисом? С лаптионом С чем? С лаптионом С каким? Особенно страшен Дефицит лекарств В аптеках стабильно были Йод Зеленка 4 копейки Горчичники и банки Ребятишки покупали Гематоген Лакомство Взрослые тройчатку От головы И от всего Старушки требовали капли анисовые От любой лихоты внутри Заодно и коленки ими мазали Масло касторовое тоже покупали Спирт, как говорили, комфортный То бишь камфорный А больше ничего Сходу и не вспомнишь Да, слабительное, пожалуйста Английская соль Александрийский лист Есть 3 кило 5 Рыбий жир записали? Пришли бутылу Очень хорошо В основном обходились Народными средствами Выздоравливали быстро И к врачам обращались Лишь в крайнем случае Но одного из кулапа Было не миновать Ни малому, ни старому И этот визит Становился катастрофой Это был Главный ужас Советского времени Точно бы не вернул Никогда из советской медицины Зубных врачей Анестезии никакой Сверла Жужжат И это был караул Это был караул Конечно Откройте рот Ой, кошмар Ой, кошмар Один раз мне пытались Пломбировать зуб Я понял, что я лучше Буду вырывать их И мне, к сожалению Тогда повырывали Очень много зубов Мама родная Ой, не надо об этом А теперь на засыпку Еще один вопрос Из эпохи СССР Как называется Советский фильм В котором есть стоматолог И его пациенты Не чувствуют боли При удалении зубов Иван Васильевич Меняет профессию Похождение зубного врача Или фильм Георгия Данелии 33 А правильный ответ Как всегда Я скажу чуть позже Несколько минут назад Я задал вопрос Как называется Советский фильм В котором есть стоматолог И его пациенты Не чувствуют боли При удалении зубов А правильный ответ Похождение зубного врача Снятый Элемом Климовым Кстати, именно в этом фильме Состоялся кинодебют Андрея Мехкова Все Я не почувствовал Имею желание жить в Москве Но не имею возможности Имею возможность жить В деревне Ерденева Но Не имею желания Можно было пить сколько угодно За то, чтобы возможности Совпадали с желаниями Но не поможет Где родился, там и пригодился Этот постулат В Советском Союзе Работал железно Купить квартиру в Москве Было невозможно Не продавались Так что у желающих Пополните ряды Столичных жителей Оставалось только две лазейки Либо Устроиться По лимиту на завод И много лет прожить в общаге Либо Жениться на москвичке Вот даже не знаю Что мне выбрать О, дама Все решено Женюсь Прописка Самое болезненное Для советского человека Слово Аж зубы сводит С 1960 года Проживание без прописки Более трех дней В Советском Союзе Считалось Уголовным преступлением Наказывалось Лишением свободы На один год Или штрафом В сто рублей Смириться С дискриминацией По месту рождения Было трудно Всем хотелось Жить возле Третьяковской галереи А по вечерам Ходить в Большой театр Это прописано Там где-то В деревне Кукуева Там Все Назад Привет До свидания Они вот Это все Бросить Там свое Семейное гнездо Родители И вот Ехать там В этот город Чужой Враждебный Я ими восхищался У меня на Москву Большие надежды Артисткой Пойди собираетесь Стать Да? Хорошо бы Стать артисткой Если бы я родился Где-то в провинции Я бы не решился На такой поступок Для меня это Поступок Крутились Крутились Без поиски Без поиски Вот этих самых Фиктивных Невест Одна Краша Другой То, что это Фиктивный брат Вдруг все забывали Мы приехали ночью Одну из невест Она рокерш Она говорит Так, нужно купить Белое платье Я все придумал Я в ЗАГС поеду На мотоцикле В хороших ботинках И в белом платье С фатой Какое платье Мы же фиктивные Тогда я сбежал Просто я сбежал Потому что я понял Что опять Что-то не то происходит Государство создавало Такие законы И такие правила Которые люди Зачастую вынуждены Были нарушать Иначе бы Просто не выжить Столичных жителей Недолюбливали Вот за что им Упало с неба Такое счастье Родиться москвичом Это был антагонизм Отношение к москвичам Как к зажравшимся А что зажравшимся В основном Жили в коммуналках Я лично свое пожила В коммунальной квартире Сейчас не те времена Времена всегда одинаковые Прежде чем что-то получить Нужно заслужить Заработать Жизнь в коммуналках Конечно была Развеселая Но такой она Вспоминается Уже спустя десятилетия Когда ты обитаешь В комфортабельной Отдельной квартире Я помню Как я один раз Выхожу Из комнаты И что тут Дверь не открывается Отойди Потом открылось Я вижу Человек ползет По коридору Ну пьяный Незнакомый человек Пойдем Пойдем скорее Потом у нас В одной комнате Жил очень занятный Такой персонаж Владик Этот Владик Вставал на табуретку И кричал там Свистать всех наверх Погружаемся Отдать концы Современный человек Скажет Ужас Кошмар А наши люди Не роптали Мы не знали другого Вот что все дело Все так жили Были все примерно одинаковые Ни у кого не было яхт Или замков Советский человек Это был именно человек Который умел Приспособиться Терпеть И смолчать Если что и вызывало Сопротивление У творческих людей Так это Цензура Как вы думаете Какая фраза Советским госчиновникам Казалось опаснее Любовница Или синагога А ответ Вы найдете В фильме Гайдая Бриллиантовая рука И вы знаете Я не удивлюсь Если завтра выяснится Что ваш муж Тайно Посещает Любовницу Что? А ведь изначально Героиня Нонны Мордюковой Говорила о синагоге Цензура в СССР Была жесткой И порой абсурдной Например Из фильма Операции Первоначально Была вырежена фраза Надо Федя надо Дело в том Что в ЦК КПСС Было принято Феде называть Руководителя Кубы Фиделя Кастро Я больше не буду Нет Надо Федя Надо Мама Мама Так или иначе Но практически все Правки цензоров В советские годы Делались по идеологическим Соображениям Так из фильма Мимино Вылетела одна из Самых пронзительных сцен Разговор главного героя С Израилем Израиль? Есть, есть Ведь в то время Москва разорвала Дипломатические отношения С Тель-Авивом Почему ты замолчал? Я плачу Правда Спустя время Эти кадры К зрителю Вернулись Ни за что не догадаться Что крамольного Можно было найти В песенке Водянова Я водяной Я водяной А ведь из-за нее Мультфильм Летучий корабль Целый год Пролежал на полке Потому что Как сказали Что водяной Это диссидент А посмотрите А что он говорит Что Эх, жизнь моя жестянка Да ну ее в болото Жизнь моя жестянка Да ну ее в болото Какое болото Вот здесь Вокруг него это болото Живу я как поганка А мне летать А мне летать А мне летать Охота Ну вдумайтесь В слова говорили нам Вы что ребята Это же типичный диссидент А потом он говорит А мне летать охота То есть улететь он хочет Куда? В Израиль? Все-таки советские цензоры Обладали уникальным талантом Они умели видеть в тексте то Что нормальному человеку Включая автора стихов И в голову не могло прийти Чтобы уберечь наших людей От тлетворного влияния за границей Иногда запрещали Целые музыкальные жанры Был запрещен джаз В общем Рынок Пластинок Записи Были толковые ребята Которые у иностранцев Покупали диски И можно было там За три рубля Получить Прийти собственной кассетой Магнитной И получить запись Допустим Мы прекрасно знали джаз Отбиралось лучшее Поэтому мы вырастали На лучших образцах джаза Если какие-то книги Для репродукции Удавалось приобретать Это были лучшие Конечно Мы воспитывались Как англичане Мы слишком бедные Чтобы покупать Дешевые вещи Сложнее всего было Работать писателем-сатириком Но, как говорил Михаил Жванецкий В условиях цензуры Голова работает лучше Там какой-то прям вот Трехуровневый должен быть юмор Чтобы сразу тебя не успели Расколоть цензура А когда тебя уже показали Они уже опоздали тебя Расколоть Все мне говорят Нещите легкую жизнь Но никто не объясняет Почему я должен сказать тяжелую То есть люди-то смеются в зале Это же такой коллективный был юмор Все сидели Ждали вот этих Маленьких таких зацепочек Что можно додумать Там вроде все так ровно Но так все тонко-тонко У каждого свое увлечение Один марки коллекционирует Другой монеты старинные А я хочу современные Раньше была цензура Как считается Более суровая Зато и художественность Произведения Была гораздо выше То есть люди умели Читать между строк И говорить между строк И показывать между строк Придумывались различные формы Интересные Которые прикрывали Как бы явно Всю эту историю Поэтому было И разнообразнее Само искусство По крайней мере Эстрадное уж точно Так что же такое было В нашей жизни Что затмевает все Большие и малые Минусы Советского строя Раньше как-то все были равны Какие-то были Не было, знаете Цинизма не было такого Были душевные отношения Теплые Сердечные Дружественные Ну у нас всегда было Образование бесплатное Медицина была бесплатная Когда появилась платная Я сразу почувствовал Где этот водораздел Тебя они то с работы не выгонят Вот это уверенность В завтрашнем дне Это дофига Живы тихо Со всеми в ладу Только как же Посмотрит на это Добрый зритель В девятом ряду Что и говорить Причин для недовольства У наших людей Было предостаточно Но так уж устроена Память советского человека Плохое он забывает Но зато помнит главное В Советском Союзе Никто не чувствовал себя одиноким И с уверенностью Смотрел в завтрашний день Все об этих краях Куда мне очень надо попасть О местах, что не в карте От Владивостока до Бориса Все об этих краях Куда мне очень надо попасть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok